С рабочим визитом глава района Александр Коклин побывал на крупных градообразующих предприятиях. С недавнего времени молокоперерабатывающим заводом управляет грамотный, подающий надежды руководитель Николай Галкин. Во дворе завода проходили ремонтные работы. Бригада рабочих проводила монтаж труб дымохода новой котельной. А на газе? Ну пока на дизельном топливе и в перспективе, в будущем, может быть, переведем на газ. В настоящее время на предприятии проводится реконструкция и замена оборудования на более новое и модернизированное. В производственных цехах проводятся электромонтажные работы по подключению нового оборудования, профилактика основных производственных узлов. Закуплены морозильные и термостатные камеры, необходимые для соблюдения условий правильного технологического процесса. Резервуары для приготовления и автомат фасовки сметаны и ряженки в стаканы объемом от 200 до 500 граммов. Планируем выпускать широкую линейку молочных продуктов. Это молоко, кисломолочка, ряженки, кефир, йогурты, сметана, а также творог и сыры мягкие. Работу молзавода необходимо возобновить, считает Александр Коклин. Ориентировочно в конце февраля-начале марта завод должен запуститься. Работа молзавода нам просто необходима, необходимо его возобновить. И я благодарен Петру Георгиевичу за то, что он в очередной, можно так сказать, раз вкладывает деньги в реконструкцию. Но это нужно всему нашему району. Я думаю, что экономически будет выгодно, чтобы предприятия нашего района сдавали молоко на молзавод. Мощность нормальная – 30 тонн. Ассортимент продукции тоже планируется хороший, такой расширенный. Ну и, конечно, применены здесь новые уже технологии, новые оборудования. Я не сомневаюсь, что и качество будет хорошее. Для начала предполагается организация 20-30 рабочих мест. С учетом переработки на старте – 3-5 тонн молока в день. Расчетная мощность производства – до 30 тонн молока в сутки. При необходимости будут организованы дневная и ночная рабочие смены. Что же, будем надеяться, что Белмол еще не раз порадует нас своей вкусной, оригинальной, а главное – экологически чистой продукцией. На территории Белоглинского элеватора идет закладка фундамента новой зерносушилки. Монтаж металлоконструкций для подъемно-транспортного оборудования к действующей башне элеватора. Производительность новой зерносушилки – 70 тонн в час. Работать она будет от сетевого газа. Прокладка газопровода запланирована на ближайшее время. В связи с проведением строительных работ на элеваторе, в некоторых районах Белой Глины происходят довольно частые отключения электричества. Без отключения Белоглинский элеватор не может проводить, ну и те подрядные организации, которые здесь работают, к сожалению, не могут проводить работы в охранной зоне ВЛ-10 кВт. И приходится идти на согласование с ТНС-энерго. Отключение еще понадобится для производства и выемки грунта, и других строительно-монтажных работ. Поэтому, ну, теперь, да, будем насчитывать. Глава района порекомендовал руководству предприятия впредь согласовывать работы с Белоглинским РЭС. Выстроить работу таким образом, чтобы минимизировать неудобства для населения. В штате Белоглинского элеватора трудится 150 рабочих. В течение года будет создано еще 20 рабочих мест. На предприятии «Общество Радиус» встретились с начальником участка Алексеем Дунаем. Основная специфика малого предприятия – выращивание кур мясо-яичного направления. В нынешнем сезоне появятся две новые породы кур из серии «Доминант». Алексей Николаевич сообщил, что, как и на многих других предприятиях района, с 1 февраля заработная плата увеличится на 10%. В штате предприятия числится 27 сотрудников. При сезонных договорах их количество возрастает до 50 человек. Средняя заработная плата сотрудников – 18 тысяч рублей. С премиальными доходит до 20. Самый главный, конечно, наш результат продукции – это население. Она показывает, потому что если человек или семья определенная пришла, она вложила средства свои, вложила душу в них, пока ничего не увидит. Никогда в жизни сюда ничем не заводишь. Качество – это самое важное. География покупателей домашней птицы достаточно широка. Ростовская область – Ставрополье. Самые отдаленные заказчики за суточными цыплятами приезжают из республики Марии-Эл. Саратовская область, Волгоградская, Тамбовская, Курская. В общем, с Москвы приезжают у нас. Кто занимается этим оптом, они к нам едут. Несмотря на такие расстояния, к нам едут. Они довольны нашей птицей. Довозят вот такое расстояние, довозят прекрасно. Звоним, все сохранит хорошее. Учитывая отзывы жителей района, Ольга Чернышева дала высокую оценку деятельности и качеству продукции, производимой предприятием. Глава района поблагодарил руководство предприятия за благотворительную помощь в строительстве православного духовно-просветительского центра. Исполняющий обязанности главного врача Игорь Сырых провел делегацию по пищеблоку и основным отделам ЦРБ. В варочном цехе Александр Коклин поинтересовался меню. Осмотрели рыбный и овощной цех, в котором как раз на электромашине проводилось шинкование свежей капусты. В помощь поварам приобретены два новых жарочных шкафа для приготовления беточков, котлет, булочек и других блюд. На складе пищевых продуктов глава поинтересовался нормами и условиями хранения мяса, овощей, солений, соков. Осмотрели раздаточный цех и столовую терапевтического отделения. В стационаре время нашего визита совпало с обходом больных, который проводил врач-терапевт Алексей Зайцев. А с чем сейчас в основном так вот наши белорусские жители района поступают? Ну, как правило, недолеченные ОРЗ или запущенные переходят в воспаление легких или бронхиты. И притония, нарушение ритма, сердечная недостаточность. В основном. В беседе Александр Коклин поинтересовался у больных лекарственным обеспечением, качеством питания. Говорили и о том, что порой доброе слово лечит лучше любого лекарства. За профессионализм и доброе отношение к людям пациенты называют Алексея Валерьевича своим ангелом-хранителем. По производственным цехам предприятия «Общество Мартин» экскурсию провел заместитель генерального директора Жираер Серобян. Завод вступил в фазу подготовки к летнему сезону. Наращиваются объемы производства питьевой и фруктовой воды в широком ассортименте. Разрабатывается дизайн новой бутылки и этикетки. На высокотехнологичных производственных линиях удалось увидеть процесс выдувания пластиковой тары. Производство бутилированной питьевой воды. Транспортировочный конвейер упаковки готовой продукции. Осмотрели склад. Фруктовая и питьевая вода производятся на высококлассном автоматизированном импортном оборудовании. Качество продукции под контролем операторов производственных линий. Бизнес в районе развивается, работает успешно, открыто, стабильно и перспективно.